Несмотря на то, что это более приземленная к реальности врачей-патологоанатомов сегодня тема о макросъемках, макроописаниях и ожиданиях от этого, тем не менее, опять же, хотелось бы начать с дефиницией и поговорить о том, что же все-таки такое система макросъемки. Потому что на сегодняшний момент определение, что такое система макросъемки, вообще зачем она нужна и нужна ли в принципе, с точки зрения стандартов оснащения, с точки зрения нормативно-правовых, не существует каких-либо вообще ссылок, на что опереться. Мы понимаем, как представители индустрии, систему макросъемки как некий программно-аппаратный комплекс, который все-таки является вспомогательным аппаратом для этапа макроскопического изучения операционного материала в процессе проведения прижизненных патологоанатомических исследований. То есть это некий вспомогательный прибор, который встраивается в этап макроскопического описания в процессе проведения прижизненных исследований. Приназначена система макросъемки для получения цифровых изображений исследуемого операционного материала, протоколирования макроскопического описания процесса вырезки, а также некой автоматизации проведения макроскопической морфометрии. Вот то определение, как это понимаем мы. Ну и думаю, что у вас примерно такое же понятийное поле. Для чего нужна макросъемка? Ну, конечно, первое, что приходит на ум, это возможность объективизации макроописания для контролирующих органов, для исследовательских задач, для целей создания того же самого цифрового случая, когда необходимо для кого-то объективизировать свое макроописание. Для ускорения и упрощения определения всех тех параметров операционного материала, которые должны попасть в итоговое макроописание. То есть полноценная система поддержки принятия решений, некого визуального изучения. Включая морфометрию для определения размеров и распространенности патологических процессов. Еще макросъемка может быть нужна для того, чтобы привязать место вырезки материала к блоку, из которого лаборант нарежет тот или иной препарат. И когда речь идет о PCR, действительно очень важно иногда привязать итоговое цифровое изображение к конкретному месту изначально полученного органа и конкретному месту вырезки из этого органа. И для картирования вырезанного операционного материала, как показано немножко на этой картинке, когда легко и быстро можно привязать, опять же, уже вырезанный кусочек к конкретному блоку, из которого будет получен конкретный микропрепарат. А что такое макроизображение? Хотя и термина тоже такого особо нет, но мы предполагаем, что макроизображение – это некий результат работы системы макросъемки. Если речь идет о цифровом микроизображении, то хотя бы, хоть и недавно, в 2016 году, но тем не менее, существует FDA guidance о том, как должен быть получен цифровой микропрепарат, о требовании к тем системам, которые производят в результате своей работы микропрепараты. Стоит ли вообще для макроизображения думать о том, стоит ли регламентировать те устройства, которые макроизображения получают, или неважно, на каком устройстве получено макроизображение, главное, чтобы оно было. Стоит ли регламентировать те случаи макроскопического исследования, когда макросъемка, например, должна использоваться всегда. То есть случаи определенной нозологии всегда должны быть зафиксированы с помощью, в процессе макроскопического исследования получено макроизображение. Это больше вопрос к обсуждению. Когда речь идет об ожиданиях и о том, как могла бы выглядеть идеальная макросъемка, то представляется, честно говоря, некое носимое устройство, удобное, незаметное, которое является полноценной системой поддержки принятия решений на этапе макроскопического исследования. Как вот здесь на картинке показано, хирурги уже иногда используют в своей работе вот такие очки, где получают информацию в режиме реального времени по случаю хирургическому, проводят онлайн-трансляцию процесса хирургического вмешательства. Это такое, возможно, некое будущее, которое пока тоже не пришло в патанатомию, по крайней мере на этап макроописания и работы с макроскопическим материалом точно и не знаю, придет ли. Но, конечно, дополнена реальность, которую врач может видеть в виде каких-то гайдов по макроописанию, по вырезке в процессе работы с конкретным материалом. Устройство, которое легко распознает и автоматизирует голос врача и автоматически переводит его в информационную систему в виде конкретного текста, макроописания, незаметности, удобства. И онлайн-интеграция со всеми данными пациенту – это то ожидание, которое, скорее всего, есть у врачей, когда речь идет о некой системе поддержки принятия решений, системе помощи в процессе макросъемки. Как обычно выглядит макросъемка не только в патологоанатомических отделениях нашей страны, но, честно говоря, во многих отделениях по всему миру – это какой-то удобный инструмент для съемки, все, что есть под рукой. Это может быть и телефон, и какая-то камера, но главное – получить изображение. Какие проблемы? Достаточно банально – это понимание того, что достаточно высока вероятность просто перепутать изображения между собой, относящиеся к тому или иному исследованию. Понятно, что для таких устройств чаще всего отсутствует любая интеграция с информационными решениями по номеру случая или автоматизированной интеграции. Невозможно проводить автоматическую морфометрию по таким образцам. Требуется либо как-то соединять изображение с изображением линейки какой-то, либо измерять образец на месте и просто привязывать цифровое изображение к случаю для информации. Ну и непонятно, что в нашей стране про использование таких устройств для диагностики скажет любимый роздравнадзор. Так, каковы критерии выбора макросъемки? Мы бы порекомендовали, когда речь идет о том, что вы все-таки принимаете решение о том, что макросъемка вам нужна, и вы хотите внедрять вот такой вспомогательный инструмент в свою работу. Решений огромное количество на рынке, все они довольно разные, но тем не менее хочется в первую очередь сказать о том, что удобство в рутинной работе врача, особенно в момент вырезки, это определяющий параметр при выборе. Есть такие системы, которые позволяют создавать идеальнейшие совершенно изображения образца, макрообразца до этапа вырезки, на этапе макроописания, вот как здесь они у меня показаны. Но, честно говоря, эти системы достаточно тяжело внедрять в рутинную практику, потому что, несмотря на то, что вроде как система свою работу выполняет, но представить, что в момент вырезки врач будет… В таких системах можно даже подложки менять цветовые под каждый конкретный образец. Представить, что в рутинной практике врач будет переносить образец на данную систему, менять цветовую подложку, как дизайнер фотографировать и получать изображение какого-то объекта, это сложно представимо, особенно при большом количестве исследований макроскопических. Все-таки, с точки зрения работы врача, в первую очередь важна совместимость станции макросъемки со станцией вырезки и возможность незаметно получить изображение макропрепарата в момент вырезки, в момент макроописания без каких-либо дополнительных отягощающих процесс макроописания и вырезки действий. Это первый пункт, который хочется и стоит отметить. Второй крайне важный пункт – это все-таки особенности процесса вырезки, особенности работы врача на вырезке, связанные с работой чаще всего в перчатках, с материалом мокрым. И решения, которые предлагаются в виде отдельно стоящего компьютера с клавиатурой, с мышкой, которые требуют работы в чистых, сухих условиях, конечно, опять же, такие решения тяжело представить в рутинной работе. Да, из случая к случаю можно снять перчатки, что-то напечатать, поработать с мышкой, с монитором, но крайне неудобно это делать в постоянной вашей работе. И, конечно, вопрос незаметности управления функционалом, макросъемки, макроописания – это третий важный момент, о котором я бы хотела упомянуть, потому что в решениях действительно обработки изображений можно встроить огромное количество различных функций для того, чтобы вставить какую-то метку, что-то измерить, добавить цвета, убавить цвета. Но все эти кнопки, все эти дополнительные параметры, они утяжеляют и снижают скорость работы врача во время макроописания и вырезки. Все-таки работа на станции макросъемки должна обладать только теми минимальными функциями, которые достаточно для вашей конкретной работы. Идеально, когда большая часть работы запрограммирована с помощью либо ножных педалей, либо управления голосом. Когда вы виртуализируете свое макроописание здесь и сейчас, когда система оснащена сканерами штрих-кода, чтобы не вводить номера направлений на исследование, например, в систему макросъемки, а это происходило автоматизировано. Вот весь этот комплекс различных небольших, простых, недорогих комплектующих должны быть в системе макросъемки для того, чтобы, опять же, работа с макросъемкой не стала отдельным совершенно процессом в вашем учреждении. На что важно обратить внимание, когда вы уже будете внедрять ту или иную макросъемку в патологоанатомическом отделении? Первое, на что важно обратить внимание, это работа с IT-командой. Макросъемка сама по себе, вроде и являясь медицинским инструментом, выдает в результате своей работы цифровую информацию. Поэтому работа с IT – это важная часть предварительной проработки того, как вы будете внедрять систему макросъемки, куда, с чем она будет интегрирована, где хранить информацию, как получать номер случая для макросъемки в процессе непосредственно макросъемки. Это все огромный пул вопросов, которым придется задаться так или иначе перед тем, как макросъемка будет внедрена. Во-первых, необходимо из лабораторной информационной системы или откуда-то еще для макросъемки получать номер случая, чтобы ваши все макроизображения попадали и привязывались к конкретному случаю патологоанатомического исследования. Идеально, если случай из базы макросъемки открывается, как я уже говорила, при считывании штрих-кода с направления или с кассеты, или откуда-то, чтобы не приходилось руками забивать номер случая в макросъемку. Существует возможность в некоторых макросъемках, в системах макросъемки открывать изображения, макроизображения из карточки пациента, когда врач уже сидит на рабочем месте своем у микроскопа и может открыть виртуально случай с макроизображениями и провести морфометрию уже на месте. Стоит помнить, что макроизображения – это такие же цифровые изображения, такая же цифровая информация, как и сканы микропрепаратов, например, хоть и гораздо меньшего объема с точки зрения объема данных. Но, тем не менее, эти макроизображения тоже нужно где-то хранить. Необходимо предусмотреть место для хранения этих макроизображений, либо необходимо предусмотреть некие правила удаления, например, макроизображений сразу после того, как было выдано итоговое заключение по случаю, как пример, чтобы не использовать каких-то дополнительных мощностей и объемов для хранения этого цифрового изображения. Ну и морфометрию, как я уже сказала, очень важно обратить внимание на то, сможете ли вы делать морфометрию на месте, сидя за своим микроскопом, для того, чтобы минимально потратить время на морфометрию измерения в процессе вырезки и макроописания и уделить этому внимание уже, когда вы или какой-то другой врач сядет за работу с этим случаем к своему микроскопу и рабочему месту за столом. Легко внедрять макросъемку, если продумать физическую связь макросъемки со станцией вырезки, продумать интеграцию с ЛИС и заранее желательно прописать некое ваше техническое задание и ваше ожидание и потребность от макросъемки по интеграции. Продумать интеграцию с хранилищем изображений макросъемки, продумать работу с макроизображениями с ваших рабочих мест и надо ли этого. И продумать те варианты случаев в процессе макроописания и вырезки которых макроизображения должны быть получены всегда. Опять же, здесь уже хочется закончить доклад вопросом о том, зачем в патологоанатомическом отделении необходимо внедрять макросъемку, потому что действительно каких-то стандартов на сегодняшний момент, потому использовать, не использовать, зачем использовать, на сегодняшний момент нет. И, конечно, здорово, если перед тем, как вы будете внедрять макросъемку, будет создана некая рабочая группа из врачей, из лаборантов, IT-специалистов, которые все-таки заранее продумают тот процесс и тот результат, который патологоанатомическое отделение ждет от результата внедрения макросъемки в свою работу. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое. Есть у кого-нибудь вопросы? Ну, хотелось бы прокомментировать относительно необходимости, потому что на самом деле макросъемку позволяет несколько задач решить. И это не только задачи исследовательские, применительно к каждому конкретному случаю, особенно в случаях, которые подверглись неодевантной терапии, прежде чем были прооперированы, в которых мы не просто должны оценить макроскопические изменения, мы еще так называемую карту вырезки должны создать и ее проследить. Для этого использовались ручные способы, и во многих учреждениях используются до сих пор. Это касается не только молочной железы, костной патологии, обхлепочек, особенно у детей. То есть эта возможность оцифровать этот этап, она, конечно, когда она заработает, она позволит сэкономить нам время. Это правда. Прежде чем все эти цифровые технологии, которые мы обсуждаем, заработают реально, мы должны потратить определенное время, набраться терпения и произвести совместную работу. Потому что без нашей помощи IT-специалисты не могут решить эту задачу. Зачастую не так просто нам бывает понять друг друга. Поэтому эта совместная работа очень важная. Но что хотелось бы сказать, что макросъемка важна не только на этом этапе, на этом уровне, она важна, скажем, для фотодокументирования малого материала, который нам доставляется, биопсийного материала. Для того, чтобы избежать ошибок, связанных с путаницей, для того, чтобы иметь какой-то факт при конфликтах с клинической частью подразделения. Поэтому здесь очень много задач, которые могут быть решены, когда это заработает как часы. Пока мы еще на этапе отработки этих систем, но необходимость их внедрения, на мой взгляд, очевидна. Может быть, у кого-то есть вопрос, у кого-то есть опыт внедрения макросъемки в их учреждения с какими-то сложностями. Они столкнулись, и я хотела бы поделиться. Да, пожалуйста. Ну, это, конечно, вопрос, который вообще не должен стоять как вопрос. Ведь всегда патологоанатомы документировали макропрепараты, но особо интересные случаи, какие-то эксклюзивные, всегда фотографировали. Поэтому другое дело, что мы получили возможности цифрового изображения. Да, мы фотографируем там редкие случаи, случаи, которые уже операционный материал, но и архивируем, ну, это сложности с архивированием. Оставляем для, ну, и потом случаи для описания, для научного исследования. Это представляет большой интерес, конечно, и спасибо за замечательный доклад. Спасибо, спасибо большое. Ну, иногда бывают случаи, когда мы на этапе макроскопического исследования можем не знать, что он будет интересным или важным. Нет, мы же всегда предполагаем, что это за случай. Удалили огромную опухоль, потом возникают проблемы. Это липосаркома или липосарозабрюшины, да? Но все, ну, костные опухоли мы фотографируем, потому что сейчас применяются методы лечения этих опухолей. Спасибо. Может быть, еще у кого-то есть вопросы? Я бы хотела добавить несколько слов. Понятное дело, что врачи, телефончик там был очень красивый показан, фиксируют, да, те случаи, которые для них представляют интерес. Но смысл данной системы, я думаю, в первую очередь не в том, чтобы сделать фотку, да, а в том, чтобы там по прошедшему какого-то времени, когда начинается научная работа, начинается подборка случаев, чтобы в том числе вот все вот эти фотографии, они шли в комплекте случаев. То есть речь идет об аккумуляции, опять-таки, информации и возможности работать с ней, не вспоминая, а куда я скинул фотки с телефона. То есть в этом смысл. Спасибо.